Всем привет! Сегодня 26 марта, Московская область. Погода замечательная, около 10 градусов тепла, но есть небольшой ветерок. Я занимаюсь крупноплодной земляникой. Это одна из грядок. Грядки у меня все 6 метровые, ширина 80 сантиметров. В зиму я накрывала 60 материалом, просто накидывала поверх земляники. И сейчас моя задача убрать все вот такие сухие листья, вплоть до уже таких свеженьких, молоденьких. В общем, буду зачищать всю листву, которую я буду убирать с земляники, конечно, я складываю в ведро и сжигаю. Итак, землянику зачистила. В этом году мне придется с ней повозиться, потому что в прошлом году осень в Московской области была очень теплая и продолжительная. И практически вся моя земляника ушла с большим количеством зеленой массы. И вот это нужно было прошлогоднюю листву очистить и только молоденькую оставить. Это, между прочим, сорт Мицис Шинглер. Это поздний сорт. С купчихой тоже повозилась. Вот ее кусты. Потому что у купчихи вообще листьев очень много. Я все-все-все срезала. И она, вот видите, так прекрасно выглядит. Здесь пришлось очень много все срезать. Здесь это кустики. В прошлом году я выращивала семян. Это сорт Искушения. Тоже хорошо. Вообще земляника, где я прошла сейчас, очень хорошо перезимовала. Очень. Это Кокинская. А, нет, так Красная Заря. Тоже из семян. Смотрите, как хорошо перезимовала. Чистейшая листва. Хочу сказать, что в прошлом году у меня с земляникой проблем не было. По заболеваниям я имею ввиду. Ну, в общем, здесь сейчас пройтись. Она вся хорошая. Это Азия сорт. Тоже хорошо. Ну, и здесь у меня полка там. В общем, сорта разные. Так, дальше у меня здесь перепревший навоз двугодичный. Чуть уберу мульчу прошлогоднюю и по кроне проложу этим навозом. Мне как-то в комментариях писали, что вы много кормите, особенно вот такими вещами органическими. То есть она у вас, клубника, будет жировать. Знаете, я никогда у себя не видела, что значит клубника, ну земляника жирует. Я этого не замечала никогда. А чем же мне тогда ее кормить? Потому что ее в любом случае нужно кормить минералкой. Я вообще не пользуюсь у себя ни на одной культуре. Биогумус сейчас сюда добавить сухой. У меня нет его в таком количестве, потому что он практически весь уходит сейчас на рассаду. А дальше я его буду подсыпать, когда буду высаживать уже культуры в теплицу. Чем еще кормить? Только этим мне остается кормить. И жаловаться, что у меня нет ягоды, я тоже не могу, потому что у меня ягоды довольно-таки много. Так, это вот мульча у меня прошлогодняя. Здесь солома свежепривезенная. Вот я ее раскрою, это тюк. Он просто сейчас связан нитками. И я ее сюда буду добавлять таким, знаете, прям хорошим-хорошим слоем. Ну и не знаю сколько, ну сантиметров, может быть 7 будет здесь соломы. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, первая земляничная грядка готова. Я установила дуги. Один край заходит в грядку, второй за территорию грядки. Я так сделала специально, чтобы не повредить сетку, которую мы заложили в каждую высокую грядку от кротов и от землероек. У нас это живности полно на участке, особенно кротов. В высоких грядках полно червей, и кроты здесь ходили пешком, выворачивали все, что здесь растет. В прошлом году мы заложили сетку в каждую высокую грядку. Это действительно спасение. Не было ни одного крота, ни одной землеройки. Все было чудесно. Урожай был хороший. Они ходят, кроты особенно так интересно, роют по периметру всех грядок, но ни одного нет внутри. Это здорово. Именно вот эта сетка спасает действительно. У кого такая беда, попробуйте так сделать, не пожалеете. Мульчу в грядке в данный момент это солома. Я закладываю с той цели, чтобы сохранить влагу. Сейчас солнечные дни, и особенно ветреные дни, и вся влага просто моментально будет испаряться. Между прочим, грядки в теплице у меня тоже все накрыты. Я также пользуюсь препаратом сияния номер один, но не вижу смысла сейчас, потому что низковатой температуры. Также землянику еще ничем не обрабатывала, ни от каких заболеваний. Я сделаю это чуть позже. Здесь я заложила спонбонд, которым была накрыта эта земляника. И когда будут заморозки, они будут буквально на следующих выходных до минус пяти. Мне останется просто его поднять, накинуть на дуги и зафиксировать. Все это для того, чтобы земляника не пострадала от вот этих заморозков. Хоть они и небольшие, и здесь есть мульча в виде соломы, но все же будем ожидать ранний урожай. А я буду дальше продолжать работу с грядками земляничными. Все буду потихоньку делать. И потом у меня еще на очереди ремонтантные сорта ежевики я вам покажу. И голубика у меня еще. Тоже сниму видео. А у меня на сегодня все. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока.